Девчонки, только что пришла из магазина, сгоняла в магазин, купила продуктов, а то у меня аллергия началась. Я не могу из дома выйти, прям вот чихаю и чихаю. А сегодня дождь такой, пролил ливень, и я сразу бегом собралась и побежала, пока всю пыльцу прибила. Ну вот, покажу сейчас, что купила. Вот такой чек, 1623 рубля, 46 копеек. Это я в аллею ходила. Что же я купила? Вот такие коржи купила, потому что мы с девчонками поели, а маму я не угостила. Хочу сделать этот тортик. Хлебушка купила, белорусский. Ну так называется белорусский, конечно же, его не из Белоруссии везли. Так, мороженое уже, наверное, подтаяло. Так, два мороженка купила. Баклажанчики. Вот такая цена. 122 рубля вот за эти баклажаны отдала. А вообще килограмм стоит 99 рублей. И вот этот йогурт черничный, как я его люблю. Именно им я буду промазывать коржи. Он будет такой тяжеленький, смачный. Груши купила. Вот эти груши мне нравятся. Они жесткие и очень-очень сладкие. Знаете, как называется? Форел. Нет, как это называется? Длинное название. Так, вот на чеке я печаталась форел. Не форел. Так, это лайм. Две штучки купила. Хочу сделать водички. Кисленькой. И пить везде. Цветной капусты купила. Очень ее люблю. Покупаю часто. Оливки вот в таком пакетике. Были в банках. Но думаю, потом в банку выбрасывать. Лучше пакетики куплю. Вот такие, без косточек. Маслины. Маслины. Так, первый пакет все. Первый пакет все. Второй. Второй такой тяжеленький получился. Второй пакетик такой тяжеленький получился. Вот такую дыню купила. Торпеду. Пробовала туркменскую покупать. И торпеду. Торпеда мне нравится больше. Не знаю, может так угадывала. Хотя та тоже неплохая. Два кабачка купила. Будем готовить по новому рецепту. Фарш куриный. Так, что тут еще? Сырок. Витязь. В этот раз Витязь купила. Ну, вот такой прям свеженький-свеженький. Помидоры. А помидоры. Вот эти самые дорогие. 202 рубля килограмм. Три штучки купила. Средняя Азия. Там есть и по 90 рублей. Но они такие жесткие. Прям деревянные. И вот такие абрикосики купила. Голенькие. Все. Вот это, девочки, все стоит 1623 рубля 46 копеек. Сейчас все в холодильник расставлю. А может быть, даже сегодня тортик сделаю. Да, пусть он настоится. Брусника у меня есть, орешки у меня есть. Ну и йогурт купила. Все. Вот так здорово я сбегала в магазин. Девчонки, сейчас будем тортик с вами делать. Я купила коржи, йогурт. Брусника у меня замороженная была. И орехи грецкие тоже есть. Сейчас сварганим с вами тортик быстро и вкусно. В общем, смотрите, что у меня есть. Три коржа. Йогурт. Два вот таких больших стаканчика. Сколько тут? Даже не знаю, сколько тут. 450, может быть. Не вижу. В общем, стаканы огромные. Может, даже пол-литра. Нет, 450, наверное. Орешки пекан и брусника замороженная. Поехали. Вот так жирненько раскладываю йогурт на первый корж. Такой он вкусный. Мне кажется, вот одним йогуртом, если смазать, это будет уже вкусно. А у нас-то будет еще и с орешками. Представляете, как будет классно. Вот так жирненько все смазали, смазали щедренько. Пусть даже на тарелочку вытекает, ничего страшного. Пусть бока тоже будут влажными. Вот так. Густо. Все. А теперь орешки будем разламывать на крошки, на мелкие. И вверх посыпать. Вот так. Прямо вот так. Вот весь слой первого коржа усыпем орехами. Такой будет у нас похрустывающий. Не жалеем. У кого нет орехов пекан, можно грецкие орехи любые. Но лучше такие мягкие. Грецкие или пекан. Как тихо у меня холодильник работает. Вообще нарадоваться не могу. Ну вот так. Первый слой готов. Видите, как жирненько густо насыпала. Приступаю ко второму. Второй корж йогуртом облила. Теперь можно ягодками его посыпать. Тоже так веселенько. Щедренько. Оно еще замерзше. Второй слой готов. Все. Укладываем третий. Все, девочки. Ставлю его в холодильник. И звоню маме. Завтра, чтобы приехала ко мне на чаепитие. А на этом все. Пока-пока. До встречи в следующем видео.